Он вечно с нами, душа его горит в ночи звездой. Любимый сын чувашского народа, прекрасный сын планеты голубой. Приветливая улыбка, добрые глаза, мягкий нрав. Всегда отличали любимого сына чувашского народа. После легендарного полета в космос Андриан Николаев стал очень популярным. Но слава его не испортила. Он остался в памяти всех добрым, скромным, чутким человеком. Славный великий сын чуваши прославил весь чувашский народ во всем мире. А чуваши узнали все страны мира. Он обладал хладнокровием, был всегда целеустремленным, мужественным, Верил всегда в свои силы и те цели, которые он ставил перед собой, всегда достигал. Андрей Андреевич, вас помним, мы вас чтим, мы вас уважаем. И ваше имя мы постараемся, чтобы в памяти народа это и был образец нашего чувашского человека. Скромного, порядочного, трудолюбого и достойного человека. Кажется, что поток людей, которые несут цветы в часовню, где похоронен звездный сын чуваши, никогда не истякнет. За считанные минуты усыпальница заполняется живыми цветами. В этот день обязательно звучит и любимая песня летчика-космонавта «Вещь-вещь кук-кук». Это место в Шуршулах никогда не пустует. В мемориальный комплекс приезжают не только российские, но и иностранные туристы. И им местные жители всегда с трепетом рассказывают об Андреане Григорьевиче. Мы, конечно, все помним Андрея Григорьевича Николаева и хотим достойно сохранить память о нем. Каждое утро, идя на работу мимо этого комплекса, всегда остается такое доброе впечатление. Вот он лежит, здесь его часовня. И то, что его похоронили в этом селе, это действительно очень хорошо. Народ каждый день видит, народ видит это место. Они помнят его, каждый день помнят, что этот человек вырос, рос и живет и сегодня в этом селе вместе с нами. В этом году впервые в День памяти решили провести конкурс рисунков на асфальте. Дорога Николаева от школы к звездам. На главной площади у памятника космонавту. Рядом с мемориальным комплексом появились целые планеты. Звездные дали, космические корабли. Глава Чуаши пожелал юным художникам вдохновения и затем посетил Шоршелскую школу, которая также носит имя Николаева. Недавно здесь полностью переоборудовали столовую. В учебных классах сделали ремонт. В последние годы из республиканского бюджета выделяется немало средств и на содержание объектов культуры. Благодаря этому Шоршельский информационно-культурный центр обзавелся современным оборудованием. У работников появилась возможность проводить праздники на высоком уровне. Шоршелцы могут похвастаться и своей библиотекой. Ее одну из первых в республике оснастили компьютерами. Правда, техника уже устарела и требует замены. Глава Чувашии тут же дал поручение и обещал, что в ближайшее время в Шоршелском культурном центре появятся новые компьютеры. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.